Новокавказский мост, бывший Туапсинской железной дороги. Когда-то мост дорогой был железной, и по нему ходили поезда. Теперь же на его высоких стенах лишь альпинистка встретишь иногда. С трассы Ставрополь-Невиномыск свернуть вправо на дорогу, ведущую к хутору Верхний Горлыкскому. Протяженность маршрута 5 километров в одну сторону. Были времена, когда из Ставрополя на поезде можно было добраться через Армавир в Туапсе, к Черному морю. Эту ветку железной дороги именовали Туапсинской. Ее протяженность составляла 334 версты, а проектная стоимость около 26 миллионов царских рублей. Особенно сложной в релифном отношении была часть дороги Ставрополь-Армавир, где практически все работы велись вручную. Порой приходилось делать искусственные насыпи, перекидывать гигантские мосты через маленькие речушки. Например, 20-метровый немецкий мост, построенный на речке Мамайки, но самый, пожалуй, высокий перекинут через реку и горлык. Это зрелище действительно интересное и по-своему необычное. Среди степных просторов Ставрополя одиноко возвышается этот 25-метровый гигант, обдуваемый ветрами и цепляющие облака. Особую романтику объекту придает то, что он уже частично разрушен. Это подчеркивает его неприступность. Так уж случилось, что в период Гражданской войны железная дорога, построенная еще в царское время, стала приходить в негодность. А окончательно ее разрушили оползневые процессы, свойственные Ставропольской возвышенности. И отсутствие финансов у местных властей страны Советов. И все же нельзя сказать, что труд проектировщиков и строителей пропал даром. Они создали своеобразные исторические памятники архитектуры нашего времени. На каменный мост без страховки и альпинистского снаряжения в настоящее время забраться довольно сложно. Но если вам это удастся сделать, то сверху моста открывается живописный вид на хребет Недреманный. Что точно меч лежит среди безграничного простора Ставропольских степей, защищая границу города Ставрополя с юга. Сама же степь – это необычное явление по своей красоте и растительному разнообразию. Что касается реки Горлык, то она берет свое начало на склоне горы Стрижамент и считается одной из крупных рек Ставропольской возвышенности. Река несет свои воды в Сенгелеевское водохранилище. И по сей день в Горлике есть рыба, что влечет на его глинистые берега любителей посидеть с удочкой. Стоит гигантский мост, подпирающий небеса. И, может быть, еще не один чутак, вроде меня взобравшись и спустившись по веревке с этого моста, задумается о превратности истории. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ